Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем читать DSM-5, мы будем читать, соответственно, предисловие. И мое к вам такое обращение, что вы не должны, соответственно, так скажем, выключать сразу этот текст, потому что, скорее всего, с непривычки, особенно обычному человеку, он покажется скучным и местами непонятным. Но я вас заверяю, что большинство учебников академических именно таким языком и написаны. Конечно, при переводе мы максимально пытались упростить эти формулировки, но, тем не менее, местами, так как это все-таки перевод из американского-английского, местами звучит несколько непривычно, да, вот формулирование некоторых терминов, каких-то предложений, несколько странноватого. Это нужно просто вдумываться, к этому нужно будет привыкнуть. Это официальный первоисточник всей типологии личности, всех расстройств, которые вы знаете, все психологи на ютубе пользуются теми или иными вариантами, кусками переводов. Мы же будем вам переводить DSM изначально, начиная вот сначала, и потихонечку, надеюсь, будем двигаться вниз. Преждисловие. Американское диагностическое и статистическое руководство Психиатрической ассоциации по психическим заболеваниям. Справочник DSM – это классификация психических расстройств с соответствующими критериями, разработанная для облегченной и более достоверной диагностики этих расстройств. За последние 60 лет DSM стала стандартным справочником для клинической практики в области психического здоровья. Поскольку полное описание основных патологических процессов невозможно для большинства психических расстройств, важно подчеркнуть, что существующие диагностические критерии являются наилучшим доступным описанием того, как психические расстройства выражены и распознаются. DSM предназначен для того, чтобы служить практическим, функциональным и гибким руководством для организационной информации, которая оказывает помощь в точной диагностике и лечении психических расстройств. Это инструкция для врачей, необходимый образовательный ресурс для студентов и практиков, и справочник для исследователей в этой области психических заболеваний. Хотя DSM и было разработано в первую очередь для полезного руководства по клинической практике, как официальная номенкулатура, она должна применяться в широком разнообразии контекстов. DSM была использована клиницистами и исследователями из разных ориентаций психологической, психодинамической, когнитивно-поведенческой, межличностной, а также семейной системы, все из которых стремятся к общему знаменателю. Эта информация представляет ценность для всех профессионалов, ассоциирующихся в различными аспектами психиатрической помощи, включая психиатров и других врачей, взаимодействующих с пациентами, имеющими психиатрическое заболевание, а также психологов, социальных работников, медсестер и реабилитологов, а также других медицинских работников. Также она будет полезна сотрудникам внутренних органов и лицам, оказывающим юридическую помощь населению. Эти критерии являются краткими и четкими. Они предназначены для облегчения объективной оценки симптоматики в различных клинических условиях – стационарных, амбулаторных, частичных стационарных, конституционных звонках, клинической и частной практике и первичной медицинской помощи, а также в общении с эпидемиологическими исследователями симптомов. DSM-5 также является инструментом для сбора точной статистики здравоохранения о психических расстройствах, заболеваемости и смертности. Наконец, критерии и соответствующий текст служат учебникам для студентов на ранних этапах их профессиональной деятельности, которые нуждаются в структурном способе понимания и диагностики психических расстройств, а также для опытных профессионалов, впервые столкнувшихся с редкими расстройствами. DSM-5 остается каталогом категориальной классификации отдельных расстройств. Мы признаем, что психические расстройства не всегда полностью укладываются в рамки отдельного расстройства. Некоторые области симптомов, такие как депрессия и тревога, включают в себя несколько диагностических категорий и могут отражать общие основные уязвимые места для большей группы расстройств. DSM учитывает это. Расстройства, включенные в DSM-5, были переупорядочены, пересмотренную организационную структуру, предназначенную для стимулирования новых клинических перспектив. Эта новая структура соответствует организационным требованиям ранжировки расстройств, запланированных для МКБ-11 к выпуску 2015 года. Основные изменения в DSM-5. Изменения в организации глав лучше отображают подход к жизнедеятельности. При этом расстройства, которые чаще диагностировались в детстве, например, расстройства развития нервной системы, находятся в начале руководства, а расстройства среднего и пожилого возраста, например, нейрокогнитивные расстройства, в конце руководства. Кроме того, в текстах, подзаголовках, посвященных развитию тенденции заболеваний, содержится описание того, как могут изменяться проявления расстройств на протяжении всей жизни. Возрастные факторы очень важны для постановки диагноза, например, проявления симптомов и различия в распространенности в определенных возрастных группах, также включены в текст. Для придания дополнительного значения этим возрастным факторам были добавлены критерии в тех местах, где это применимо, например, в наборах критериев для расстройств бессонницы и посттравматического стрессового расстройства. Конкретные критерии описываются, как симптомы могут проявляться у детей. Аналогичным образом гендерные и культурные вопросы были включены в те расстройства, которым были применимы. Интеграция научных результатов последних исследований в области генетики и нейровизуализации пересмотренная структура главы была основана на недавних исследованиях в области неврологии и новых генетических связях между диагностическими группами. В тексте выделены генетические и физиологические факторы риска, прогностические показатели и некоторые предполагаемые диагностические маркеры. Эта новая структура должна улучшить способность клиницистов выявлять диагнозы в спектре расстройств на основе общих нейросистем генетической уязвимости и воздействия окружающей среды. Объединение аутического расстройства с синдромом Аспергера и распространенного расстройства развития в расстройстве аутического спектра симптомы этих расстройств представляют собой единый континум от легких до тяжелых нарушений в тех или иных случаях характеризующимся, повторяющимся поведением ограничивающим социализацию индивида в социуме. Данные расстройства не являются отдельными расстройствами. Это изменение призвано повысить чувствительность и специфичность критериев диагностики расстройств аутического спектра и определить более целенаправленные методы лечения для конкретных выявленных нарушений. Упрощенная классификация биполярных и депрессивных расстройств Биполярные и депрессивные расстройства являются наиболее часто диагностируемыми состояниями психиатрии. Поэтому было важно упорядочить представление этих расстройств для улучшения как клинического, так и образовательного использования. Вместо того, чтобы отделять определенные маниакальные, гипоманиакальные и серьезные депрессивные эпизоды от определения биполярного расстройства 1 и биполярного расстройства 2 и основного депрессивного расстройства, как в предыдущих изданиях, мы включили все составляющие критерии в составляющие критерии для каждого расстройства. Такой подход облечит диагностику и лечение этих важных расстройств у постели больного. Аналогичным образом пояснительные примечания для дифференциации тяжелой утраты и серьезных депрессивных расстройств обеспечивает гораздо более широкие клинические рекомендации, чем это было ранее предусмотрено в простом критерии исключения тяжелой утраты. Новые характеристики тревожного расстройства и смешанных признаков теперь полностью описаны в описании вариаций спецификаторов, сопровождающихся критериев для этих расстройств. Реструктуризация расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ для обеспечения последовательности и ясности категории злоупотребления психоактивными веществами и зависимости от психоактивных веществ были устранены и заменены всеобъемлющей новой категории расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ. При этом конкретное использование вещества определяет конкретные расстройства. Зависимость легко спутать с термином Depensity, дословно, иждивенство, хотя в контексте и понятно, в чем разница. Мы не нашли термина на русском, чтобы придумать аналоги двух этих терминов. Предполагайте ваши варианты в комментариях. Первое слово – зависимость, другое – иждивенство, если переводить дословно. У кого есть информация, как работать с этими словами, Depensity, в общем, пишите в комментариях, как это более точно перевести. А мы продолжаем. Когда на самом деле толерантность и абстиненция, которые ранее определялись как зависимость, на самом деле являются вполне нормальной реакцией на назначенное лекарство, которые влияют на центральную нервную систему и не обязательно указывают на наличие зависимости. Пересмотрев и уточнив эти критерии DSM-5, мы надеемся устранить некоторые широко распространенные недоразумения по этим вопросам. Повышенная специфичность для серьезных и легких нейрокогнитивных расстройств, учитывая бурный рост нейробиологии, нейропсихологии и визуализации головного мозга за последние 20 лет. Современного состояния в диагностических конкретных типов расстройств, которые ранее назывались деменциями или органическими заболеваниями головного мозга. Индифицирование биологических маркеров в визуализации сосудистых и черепно-мозговых расстройств. Конкретные молекулярно-генетические данные для редких вариантов болезни Альцгеймера, болезни Хаттингтона, значительно продвинули клинические диагнозы и этих и других расстройств. Эти и другие расстройства теперь разделены на конкретные подтипы. Немного о переходе концептуализации расстройств личности. Хотя преимущества многомерного подхода к расстройствам личности были определены в предыдущих редакциях, переходом от корректигореальной системы диагностики индивидуальных расстройств к системе, основной на относительном распределении личностных черт, не получили широкого признания. DSM-5 категории распространенности практически не изменились по сравнению с предыдущим изнанием. Однако в разделе 3 была предложена альтернативная гибридная модель для руководства будущими исследованиями, которая разделит оценку межличностного функционирования и проявления патологических черт личности для шести конкретных расстройств. А для подхода ориентированного на конкретные черты также предлагается более пространственный профиль выраженных личностных черт. Дорогие друзья, я очень рад, что вы прослушали данный тяжелый текст. Пишите мне в комментариях, может быть, нам нужно двигаться по порядку в DSM, да, и читать книгу, ну, от начала до конца, или, может быть, вас интересуют какие-то конкретные расстройства личности, связанные с, может быть, приобретенными моментами, или, может быть, какой-то генетической детерминированностью. Мы об этом говорим редко, когда, соответственно, ну, допустим, ту же шизофрению люди наследуют, да. Вот. Также хотелось бы вас призвать вот к чему. На моем канале есть видео, которое мы снимали с моим переводчиком, Акурой Монгом, и, соответственно, их два. И Монг тоже рассказывает об особенностях перевода DSM, потому что, ну, как я уже говорил, текст сложный, текст тяжелый. И для того, чтобы лучше вникнуть в логику перевода, да, и в логику какой-то терминологии, ну, соответственно, лучше посмотреть видео с Монгом, которое сейчас в подсказочках в конце видео у вас всплывет. Также уже готовое нарцистическое расстройство личности, единственное, там звук был похуже, у меня был похуже микрофон, но вы можете с ним ознакомиться. Это все из официального первоисточника DSM. Кусочек текста на английском, я переведенного сегодня услышанного, я прилагаю внизу в комментариях, как ссылку на первый источник. Также вы можете скачать полноценную книгу DSM на английском и самостоятельно вот ту терминологию, которую вы слышали, да, где спорный вопрос у нас возникает. Самостоятельно этот текст изучить для тех, кто знает, соответственно, английский. С вами был Кравцев Сергей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!